Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Значит, вы пишите, в последнее время мне тяжело идти на контакт с друзьями, мне тяжело им доверять. Я им перестал верить. Тут как бы идёт намёк на то, что у вас были какие-то обстоятельства с вашими друзьями, с вашими приятелями, может быть, да. Значит, был какой-то контакт, был какой-то опыт, видимо, взаимодействия, после которого вы перестали им верить. И вы стали думать, что вы им не нужны. Вот, собственно, давайте для начала спросим вас так, а как бы для чего вы сейчас ходите с ними общаться? Вот. А для чего вы сейчас продолжаете к ним тянуться? Ну, очевидно, что для того, чтобы реализовать свои потребности какие-то. очевидно, для того, чтобы сохранить модель поведения привычного, которое у вас есть, по отношению к друзьям вашим. Что друзья вам нужны? Ну, вы, в принципе, сами об этом пишите, что друзья вам нужны. Давайте подумаем. Вот эта вот ваша привязанность, которую вы испытываете, она на чём основана? Как бы вы могли эту привязанность убрать? Что можно для того, чтобы убрать? Вот давайте на эту тему попробуем с вами подумать. То есть вы сейчас, во-первых, не проработали свою ситуацию, в результате которой у вас произошло то, что заставило вас думать, что вы не нужны. Значит, и с другой стороны, у вас явная сильная есть привязанность к этим людям, которая обусловлена вашими потребностями в них, в этих людях, я имею в виду. Соответственно, что вы хотите получить от этих людей, нужно разобрать отдельно, чтобы понять ваши потребности в них. Ну, и проработать то, почему и с какого момента отношения с вашими друзьями стали портиться. То есть, изменилось ли что-то, например, у вас? Изменилось ли что-то, например, у них? То есть, вот эта вот разница, эта причина, по которой у вас так случилось, она имеет место быть. Ну, и с другой стороны, мне бы хотелось вам сказать, чтобы вы понимали, что любые друзья – это общество, любое общество – это определенные взгляды. И если человек эти взгляды не разделяет, если человек не следует за этим обществом, то ему всегда будет тяжелее, ему всегда будет тяжелее в этом обществе находиться. То есть, вы для себя выберете позицию, либо вы идете вслед за людьми, другими людьми, которые у вас, ну, которые вот с вами находятся, либо вы выбираете позицию в позицию собственного пути. Но вам нужно в этот момент для себя определить тоже, потому что вы так и будете колебаться на самом деле, в противном случае. Чтобы вы не колебались, нужно все-таки решить для себя, что вы хотите. Можно все-таки определить для себя вот эту свою позицию. Где вы, куда вы идете, чего вы хотите. Будете ли вы пытаться, например, подстроиться под людей, или люди будут подстраиваться под вас. Подстраивайтесь на себя на этот вопрос тоже ответить, ибо он достаточно важный для вас. Ну, если потребуется помощь, если потребуется личная консультация, выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работу. Вам эта работа нужна, потому что вы не уверены в себе, у вас заниженная самооценка, и со всем этим нужно работать. И это не предмет одного вопроса, который вы задаете. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok